На сцену выйдет рожденах старик, последний на планете фронтович. И голосом спокойный, и усталый, боюсь бывалый, поведет рассказ о том, как солнце защищал встали, о том, как зелье сохранилось. Зал аплодирует стоя, у некоторых слезы на глазах. Это стихотворение Григорий Шнайдер год из года вспоминает перед каждым днем победы. На то, чтобы рассказать обо всех своих подвигах, признается, могут уйти часы. Сегодня он вместе с супругой Раисой вспоминает военные годы и боевых товарищей, жителей бывшего Советского Союза, которых объединила одна беда. В нашей батарее был Кареллофин один, в соседней батарее был узбек, был еврей. Были люди разных национальностей и во время войны, и после войны. Так что, значит, это была победа, достигнутая всем Союзом. В преддверии 70-летия победы Григорию Шнайдеру и еще десяти ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали. Награда была утверждена президентом России Владимиром Путиным и стала знаком глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов разных национальностей. Если бы не было того духа в то время, духа дружбы, единства, сплоченности народов, конечно, ни о какой победе мы мечтать и не могли. Бок о бок сразу же сражались за эту великую победу, за независимость как своей общей большой родины, чизны и за независимость малой родины. В Самарской области около 44 тысяч ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В преддверии 70-летия победы каждому из них вручат юбилейные медали. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.